Скоро Новый год Вот же письмо Дорогой Дед Мороз, давай меняться Я тебе папкину Ауди А6 А ты мне велосипед А, ну тогда все сходится Здесь поменяться, а здесь отказать Напомните мне, кого должен бояться Дед Мороз Когда ходит по квартирам Детей Нет, мам Нет, пап Правильно, почему? Потому что с наибольшим нетерпением Деда Мороза ждет именно папа Причем он отправил еще с обеда Так можно и на работе погореть Да, кстати говоря, про технику противопожарной безопасности Вот там все просто, да? Не курить в бороде Все Значит, берите мешок, идите к детям Я вас пока объявлю За пять минут до Нового года Где-то в районе новогодней елки Встретились две извечные противоположности Где товар? А где стихи? Сначала товар А может вы забыли стихи? Мы в этом возрасте стихи никогда не забываем Товар только для детей Чем докажете, что вы дети? Мы берем в человека, паука, баба И что Россия демократическое государство Это дети Товару Снегурочки Давай вместе ее позовем Кому ты это впариваешь? Мы же решили не впутывать семьи Пойдем отсюда Мы все равно узнаем Стихи детей много Да Вы их не узнаете Потому что они мои Они у меня вот здесь Покажи часть товара Сначала убери своих верзил Хорошей товар Сгущенкой Теперь стихи Мэра в Киеве У нас Убирают снова Так давайте год собаки Выберем Боксера Приятно было с тобой работать Увидимся Отлично Мужики, следующее письмо Судя по почерку Пишет девочка Дорогой дедушка Мороз Я поругалась с мужем Скоро развод Помоги разделить имущество Алла Борисовна П А сколько лет? Без возраста Ну что же мы стоим? Вперед к ней Скорее Так Алла Ну что я уезжаю? Значит что я взял? Ковер я взял Четыре табуретки Трон Бокалы вот эти дорогие Хрустальные красивые Что мы в поезде покупали Тоже забрал Карниз Ну карниз Наверное мы после нового года Тогда с батей приедем Скрутим Вот Ну все вроде давай А да Алла Тут такой момент Щекотливый Наверное Кристине пока лучше не знать Ну не знаю Соври и что-нибудь там Не знаю Скажи Папа уехал в командировку А с длинным ты развелась С тобой с тобой? Да Со мной Да Отлично Осталось петь веселую детскую Новогоднюю песенку И все Прожем удал Вы слышали веселую детскую Новогоднюю песенку Вы извините кто? А я обыкновенный родитель Ну тогда вы должны знать Маленькой елочке холодно зимой Это не веселая новогодняя песенка А крик души отчаявшегося родителя Ну а слабо понимаем сейчас А я вам сейчас объясню Давайте пойте Маленькой елочке холодно зимой И из лесу елочку взяли мы домой А метрик елочки стоит сто рублей А надо брать два метрика Вот получается две соточки Много на елочке шариков цветных А каждый шарик стоит шестьдесят рубликов Одесса мне нравится по восемьдесят А их надо брать штучек пятнадцать-двадцать Чтобы хоть как-то елочку завесить Вот тебе и получается восемьсот рубликов Плюсуем первый куплет штучка Розовых пряников шишек золотых А вот мы в нашей песне перебрались И к новогоднему столу Розовые прянички это ничто иное Как бутербродики с красной икорочкой Баночку купил пятьсот рублей с дула Колбасу надо? Надо Сыр надо? Надо Ветчину надо? Надо Золоты надо? Надо Шпроты надо? Не надо Это вам не надо А мне теща любит шпроты Мне надо покупать Вот тебе четыре с половиной тысячи Спиртное купил в семь Бусы повесили, стали в хоровод А в хоровод, а бы в чем не станешь Сыночку надо костюмчик медведика купить На рынок пошел, он висит полторы тысячи Иди купи А мы еще с первого сентября за книжечки не рассчитались И спасибо пчальниковым, что терпят Вот и получается очень веселая новогодняя песенка Весело, весело, десять восемьсот Так, господа Деда Морозы Господа Деда Морозы, срочно берите такси и в Барвиху Зачем? В вас снова поверил Ельцин Ура! А я пока объясню зрителям, как надо правильно праздновать Новый год Как известно, Новый год это, пожалуй, самый длинный праздник в году Он празднуется минимум десять дней Мы представляем вам наш календарь новогодних празднований Итак, 31 декабря, канун Нового года Традиционно отмечается в узком семейном кругу За столом только хозяин квартиры, его жена, дети и бабушка Потому что куда ее девать? По этикету вначале на стол подаются тарелки И только потом, потом стопки Шампанское открывается вертикально вверх В результате чего на стол подается еще и люстра Все, теперь можно смело идти курить Все идут курить, все, ну понятно, кроме старенькой бабушки Да, почему она старенькая курит прямо за столом Первое января Всемирный день чудес В этот день люди, как правило, проснувшись пораньше Первым делом снимают все ботинки Второе января Праздник под названием «В гостях у Тимохинах» Отмечается традиционно еще шире, чем сам Новый год Потому что дети остались с бабушкой Что за них можно не волноваться Третье января Его вообще нет Четвертое января Праздник под названием «Империя наносит ответный удар» Тимохины в гостях у нас За столом те же и Тимохины В этот день люди, как правило, замечают, что в квартире есть еще елка Все идут к елке, вводят хороводы, поют веселые песни После чего возвращаются обратно к столу На третьем часу застолья Наконец-то удается уговорить Тимохина пойти к роялю Все аплодируют Дело в том, что это старинная традиция читы Тимохина Спать в рояле Так празднуют до шестого Шестого января Праздник приезда дяди из Сыктывкара За столом те же и дядя из Сыктывкара По этому поводу к столу подают горячее И, наконец-то, столовые приборы По этикету вилка всегда должна лежать слева А нож подальше от дяди из Сыктывкара Все веселятся, идут танцевать Да, а что все, кроме бабушки, естественно, она старенькая Танцуют прямо на столе Седьмое января Рождество В этот день женщины на Руси традиционно гадают Когда же уедет дядя из Сыктывкара И, наконец, наступает 10 января Праздники заканчиваются Все провожают дядю из Сыктывкара На обратный поезд домой В Астрахань На столе буйно цветет хлеб Тимохин пораньше ложится в рояль Завтра на работу С Новым годом Киев А вообще для вас, киевлян, наверное, самым глобальным, самым приятным подарком к Новому году является то, что Украину, впрочем, как в свое время и Россию, признали страной с рыночной экономикой Ну, кстати говоря, давно пора, понимаешь, Россия и Украина страны Страны Рынки есть, есть Мы экономим Экономим Россия и Украина страны с рыночной экономикой У них в Евросоюзе похожа такая логика, понимаешь?